всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы вместе с вами снова будем выкидывать пустые банки вот сколько всего у меня накопилось здесь много ухода здесь много декоративки так что если вам интересно то обязательно продолжайте смотреть а мы поехали по традиции давайте пожалуй начнем с декоративной косметики потому что ее как обычно меньше всего и она реже заканчивается поэтому смотреть на нее на мой взгляд интереснее во первых закончились у меня два тональных крема ну как закончились один закончился другой не совсем первое что закончилось это клиник even better просто обожаю этот тональный крем он действительно хорошо работает на проблемной коже у него легкая консистенция но при этом средняя плотность покрытия но перекрывает воспаление она лечит кожу неправильно выразился но никак не лечит кожу она помогает бороться с воспалениями это ни в коем случае не лечебное средство это просто тональный крем который просто чуть лучше работает на проблемной коже чем любой другой крем очень очень хороший тональный крем красиво лежит никуда не девается не западает в пор не западает в морщины не подчеркивает шелушение просто идеальное тональное средство после которого воспаление действительно выглядят более подсушенными и проходят быстрее и второе тональное средство это люкс визаж инсталук я это средство выкидываю хотя она еще не закончилась выкидываю не потому что это плохой крем это хороший крем действительно хороший тон он бюджетный он легкий он кроющий нету претензий вообще к его работе но он у меня стоит уже достаточно давно и поэтому его пора уже убрать из моей коллекции у меня это оттенок 30 очень советую вам перед покупкой тонального крема от люкс визаж почитать отзывы о конкретно том оттенке который вам нравится потому что у некоторых оттенков есть проблемы также выкидываю мой обожаемый блистекс добила его уже до конца эта версия с малиной здесь есть также spf 15 очень люблю именно эту версию за счет того что она невероятно приятная здесь есть нежный вкусный запах но при этом нету никакого именно вкуса чем страдает блистекс например с манго и апельсином он чувствуется на губах как фанта и при этом порой ты чувствуешь именно какую-то химозину и твоим губам неприятно это явно не то ощущение которое ты хочешь получить от гигиенической помады а в версии с малиной хорошо все здесь и приятный запах здесь действительно увлажнение питания губ и здесь нет абсолютно никаких неприятных вкусов и ощущений на губах также выкидываю карандаш от cava это микро карандаш с тоненьким тоненьким грифелем которые действительно делают красивые тонкие линии мне очень понравился этот карандаш но честно говоря он стоит около тысячи рублей и просто-напросто нет смысла его покупать за эти деньги есть точно такой же карандаш от vivienne sabo который стоит по-моему 250 рублей и в таком случае просто зачем покупать примерно то же самое но дороже потому что vivienne sabo в этом плане дешевле там есть оттенки на любой вкус они есть в каждом магазине и то что cava и поэтому я просто не вижу смысла переплачивать за практически один и тот же продукт также у меня закончилась тушь от бренда эстрад о май долл очень любила я эту тушь она стоит мега дешево на стоит около 150 по моему рублей но при этом она действительно хорошо удлиняет ресницы она дает красивый повседневный эффект она и хорошо прочесывает хорошая тушь для тех кому нужно именно удлинение и прочесывание у кого свои ресницы достаточно хорошие единственное чему могу придраться эта упаковка но честно говоря учитывая то сколько стоит эта тушь на самом деле к упаковке придираться грех придираюсь я чисто к тому что вот здесь вот на крышечке пошла небольшая трещинка и в теории это могло бы просто ускорить высыхание туши но эта тушь у меня проработала достаточно долго она у меня была около года то и полтора и поэтому у меня нет ни никаких претензий она у меня просто напросто закончилась потому что я часто ею пользовалась и закончилось у меня еще одно средство от бренда эстрад это вот такой вот консилер good morning консилер оттенок 22 на самом деле консилер был неплохой но скорее всего возрастной коже он не подойдет и у меня даже он не столько закончился сколько он сломался вот здесь вот на наконечнике была жулька которая отлетела и пользоваться вот этим вот пластмассовым наконечником мне лично честно говоря не очень хочется конечно кто то может сказать кощунство выкидывать из этого средства но во первых консилера здесь осталось немного а во вторых просто ну зачем мне пластиком водить себе по лицу ну кому на это как-то не серьезно и последнее что я хочу вам показать из чего-то пограничного с декоративной косметикой это вот такой вот кондиционер для бровей от бренда икс броу я уже про него рассказывала это какое-то адовое средство действительно нет она не в том плане что она делает что-то плохое она просто ничего не делает она стоит дохренища но стоит по моему около 3000 рублей но при этом она ничего не делает я понимаю если бы за эти деньги у меня хотя бы брови отросли но они не отросли у меня не выросли новые волоски старые волоски не улучшились при этом появились прыщи на бровях и при этом эта зараза испортилась через три недели понимаете должна была она испортится через месяц не это за ее такую-то огромную стоимость ну ладно если бы был хоть какой-то эффект но эта сыворотка просто по всем фронтам не удалась в нее и стоимость огромная она и ничего не сделала и она закончилась через три недели на мой взгляд это просто разочарование главное 2020 года потому что это максимально бесполезно потраченные деньги дальше давайте поговорим об уходе закончились у меня три мицеллярные воды надо биры а бирай честно говоря мне не понравилось вообще потому что она жидковата и она не очень хорошо смывала макияж это мнение и мое и моей мамы которые я давала попробовать эту мицеллярную воду в общем она не понравилась ни одной из нас и учитывая то что она стоит очень приличных денег то я бы ее покупать конечно не советовала единственное что хорошо в этой мицеллярке это ее упаковка потому что здесь есть вот такая помпа куда вы просто вставляете ватный диск вот так вот нажимаете и вам дозировано выдается эта мицеллярная вода вы не льете ее в каких-то непонятных количествах в общем упаковка это единственное что здесь было хорошо вторая мицеллярная вода это мицеллярка от вкусвела с дамасской розы вот эта мицеллярная вода мне понравилась во первых она очень бюджетно стоит во вторых здесь громадный объем 350 миллилитров и в третьих она хорошо работала да у нее есть небольшой запашок розы но он совсем легенький он не навязчивый он не остается с вами на лице после того как вы смыли макияж и это средство действительно хорошо смывает макияж не вызывает раздражения больше того у меня вроде бы даже нет воспаления от этой мицеллярной воды но это не точно и еще одна мицеллярка в принципе неплохая эта мицеллярка от органик зон она с одной стороны ничего но все же как и любое средство с натуральным составом она все же была чуть-чуть жестковата мне кажется то что для девушек с чувствительной кожей она точно не подойдет на один раз нормально я не жалею о том что я ее добила но второй раз покупать все-таки не буду дальше покажу вам несколько гидрофильных масел первое которое я держу вот здесь вот салфеточкой это гидрофилка от вкусвела на самом деле далеко не самое плохое средство больше того я даже купила его повторно здесь достаточно большая цена за 100 миллилитров стоит она по моему 350 или 450 рублей но при этом работает на самом деле неплохо она это гидрофильное масло удаляла у меня весь макияж у меня никогда не было с ним проблем не появлялись новые прыщи в целом неплохое средство но здесь очень такая сомнительная упаковка все это теперь выглядит вот здесь вот желтым некрасивым больше того хоть средство и закончилось и там ничего нельзя вытовить но когда я положила его в пустые банки она стала вот здесь вот протекать и испачкала мне маслом все остальные средства я их сейчас очень долго протирала этой салфеткой и больше того закрывала эту помпу салфеткой чтобы ничего не протекло мне вот здесь вот на пуфе где я сижу в общем упаковка так себе но на самом деле гидрофильное масло очень даже неплохое и второе гидрофильное масло которое закончилось это масло от и фраше на самом деле это называется как мицеллярное масло очищающее мицеллярное масло но на самом деле это просто гидрофильное масло оно неплохое у него есть очень ярко выраженный запах сена потому что здесь добавлена ромашка если вы чувствительны запахом то скорее всего вам этот запах не очень понравится во всех остальных случаях в целом неплохое средство но я не куплю его повторной а также закончился тоник который я уже много раз вам нахваливала этот тоник от носифик с календулой не дешевый тоник отнюдь не дешевый но при этом он действительно хорошо работает он успокаивает кожу выравнивает ph-баланс кожа не раздраженная потом просто хорошее средство которое действительно работает работает причем на моей проблемной коже которой все не то и все не так с этим средством было все то и все так жалко только что но очень дорогое во первых а во вторых здесь как видите есть лепестки этой самой календулы и это смотрится красиво когда банка полна тоника но когда тоник заканчивается во первых эти лепестки мешают вам этот тоник наносить на руку потому что они забиваются вот сюда в помпу и потом вы не можете выдавить средство из-за этих дурацких лепестков но и во вторых когда вот так вот она закончится это все выглядит уже не так красиво как было в первый день покупки этого тоника и второе средство которое я тоже очень даже любила и обожала можно даже сказать это сыворотка от organic зон а гиалуроновая сыворотка для лица с лифтинг эффектом я ее множество раз уже вам показывала много раз я ее хвалила и все не зря очень хорошая сыворотка несмотря на то что я небольшой фанат натуральной косметики и российского производства но эта сыворотка действительно обалденная она хорошо увлажняет она абсолютно нейтральная она не вызывает раздражение не вызывает прыщи ее можно использовать после кислот потому что не вступает в конфликт ни с одним средством ее можно использовать когда угодно после чего угодно я ее использовала после пилинга от этого же бренд я использовал после кислотного тоника я ее использовал в любой непонятной ситуации потому что она всегда хорошо работало и последнее средство для лица который выкидывай это крем от бренда дерме с витамином И также с чайным деревом. Здесь огромная лохань этого крема, здесь сколько, 113 граммов, это очень много, вы посмотрите на эту огроменную банку, я использовала из нее только две трети, здесь еще одна треть осталась, но просто невозможно столько использовать средства, ну камон, я использовала его на лицо, использовала на тело, и как видите, все равно его осталось еще очень много. Выкидываю его, в общем-то, потому что закончился срок годности, и дальше им пользоваться просто-напросто небезопасно для моей и так проблемной кожи. Средство это воняет, ой как воняет, страшно воняет, честно признаюсь, поэтому если вы девушка не одинокая, если вы замужем или живете с молодым человеком, то это средство не для вас. Пахнуть вы будете не очень приятно, откровенно говоря, но если вы все-таки одинокая, мадам, то данное средство действительно хорошо работает на воспаленной коже. Это средство успокаивает кожу, помогает бороться с воспалениями. И на утро, я всегда использую это средство, вечером кожа более однородная по цвету, более напитанная, более спокойная, иными словами, кожа за ночь с этим средством действительно подлечивается. Но нужно приготовиться к этому невероятному запаху. Ну и все остальное у меня в основном для тела и для волос. Давайте пройдемся немножечко по волосам. Во-первых, закончился шампунь вот такой вот Botanic Therapy с кокосовым молоком и макадамией. Я, честно говоря, купила этот шампунь, потому что есть похожая версия иностранного шампуня. Я его покупала за границей и не раз. Тот шампунь просто великолепен, я его обожаю. Он делает волосы мягкими. Всего лишь при помощи шампуня вам не нужно использовать ни бальзам, ни маску. И я очень надеялась, что российская версия будет такой же, но, к сожалению, она не такая же. Неплохой шампунь моим мягким волосам, не очень сильно окрашенным, он подошел. Но я также слышала мнение для тех девочек, у которых волосы более жесткие, у кого было гораздо больше окрашиваний, что им этот шампунь просто-напросто не подошел. В общем, российская версия не оправдала ожиданий, к сожалению, очень большому сожалению. Также выкидываю три банки от FITO косметик. Я уже устала от этих масел. Это все еще хорошие масла, не поймите меня неправильно. Они стоят всего по 80 рублей фикс прайс. Здесь небольшой объем, 155 мл, но за такую цену, на мой взгляд, просто соотношение цена-качество невероятное. Потому что это действительно очень приятные масла, которые работают, что самое важное, и которые вы можете купить по приятной цене. У меня здесь масло перцовое, здесь серепейное и еще одно тоже, по-моему, а, и горчичное. Хорошие масла я уже устала тыкать в экран этими банками, поэтому я сейчас допользовала эти три штуки. У меня осталась еще одна, и больше я их какое-то время покупать не буду, потому что, во-первых, я от них уже устала, и даже если средство хорошее, у меня душа всегда просит чего-то нового. Отчасти потому я и выбрала для себя хобби в виде бьюти-блогинга, потому что меня все время тянет на что-то новое, даже если я нашла хорошее средство. Закончился также солевой скраб от бренда Organic Zone. Я, честно говоря, не самый большой фанат солевых скрабов, я все-таки больше люблю сахарные, но это тоже был неплохой кофейный скраб. Я, в принципе, люблю кофейные скрабы, потому что они очень приятные, они мягкие, они действительно работают, потому что кофе это великолепный компонент для скраба. Неплохой скраб, но не могу сказать, что это прям то, что вам нужно прямо здесь и сейчас, бегите, немедленно, срочно покупайте. Ну, просто скраб и все. Также закончился гель для душа от DAF, вот такой вот с инжиром. Честно говоря, не могу вам советовать этот крем-гель, потому что он не делал ничего особенного, у него не было неприятного запаха, у него не было каких-то особенных питательных свойств, кожа была потом чуть-чуть подсушенная, в общем, просто ничего особенного, и мое любимое масло от EFROCHE работает гораздо лучше, чем вот этот вот гель для душа. И также закончилась у меня пена для ванны от бренда TUTTI FRUTI. На самом деле это не столько пена для ванны, сколько это много всего, это одновременно и гель для душа, и пена. Я использую это средство исключительно как пена для ванны, потому что, во-первых, это средство невероятно вкусно пахло дыней и арбузом, просто какой-то потрясающий запах, во-вторых, это действительно хорошо работало как пена, и как бы гелий у меня полно, а вот пен как раз-таки немного, поэтому именно таким образом я это средство и расходовала. Действительно создавало оно хорошую пену, достаточно приличную, и да, я куплю это средство еще раз, потому что действительно было очень и очень приятное средство. И также еще закончился еще один скраб, вот такой вот кокосовый от Вкусвела. Действительно хороший скраб, он делает кожу невероятно мягкой, невероятно приятной, гладкой. Очень крутой скраб, но у него есть несколько проблем. Во-первых, он дико засыхает, поэтому его не нужно открывать и потом полгода пользоваться чем-то другим, потому что он потом очень сильно засыхает, становится неприятным, его трудно разламывать, снова вот это вот поднимать снизу маслянистую основу как-то перемешивать, в общем, просто это не стоит тех усилий. Если вы его купили, то используйте сразу. В принципе, скраб хороший, но также у него очень говеная упаковка, потому что вот это вот не всегда хорошо открывается, кроме того, оно потом не закрывается, и у вас скраб стоит потом в итоге тупо открытый. Как вы понимаете, это только ухудшает состояние скраба, и если вы не намерены им пользоваться при абсолютно каждом посещении душа, то это может быть проблемой. И последнее, что закончилось, это много-много масок. Конечно же, закончились мои любимые паровые маски, вот такие вот от Etude Organics. Я их обычно покупаю либо на площадках типа Озона, либо же в Улыбке Радуги, я точно знаю, что они есть. В Золотом Яблоке, по-моему, тоже что-то подобное было, или в Магнит Косметик, в общем, можно их много где найти. Они мне очень нравятся тем, что они недорого стоят, но при этом они действительно создают эффект тепла у вас на лице, и просто с ними приятно засыпать. И закончилось много-много масок для лица различных, не буду на них долго останавливаться, потому что практически все они не сделали ничего особенного. Закончилась вот такая маска увлажняющая от Гарния, постоянно покупаю вот эти вот маски от Гарния, разные, не только вот эту версию. Они дешевые, но хорошо работающие. Закончилась вот такая маска с Мангостином, которую я покупала, не знаю где, то ли в России, то ли в Таиланде, в общем, просто маска как маска, тоже ничего особенного. Закончилась вот такая маска с бриллиантом, тоже абсолютно ничего особенного. Закончилась маска Pathology, или Pathology, не знаю, как правильно произносится. В общем, ну, ничего особенного тоже не было интересного в этой маске. Единственная маска, которую я все-таки могу выделить, это вот этот вот бренд, который я не буду пытаться произносить, потому что наверняка сделаю это неправильно. А вот эта маска действительно была классная, хорошая, она очень качественная. Здесь было много слоев различных защитных, чтобы маска у вас не смялась, чтобы вы ее правильно расправили, чтобы она правильно ложилась, она была хорошо пропитанная, она потом оставила хороший эффект, напитанной, сияющей, спокойной, классной кожи. Вот единственная маска, которая действительно из всех вот этих вот была очень даже действенной, но, к сожалению, она вообще ни разу не дешевая. Ну что ж, это были все мои пустые банки. Спасибо большое всем за просмотр. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!